Приветствую вас, прочитав вопрос, и давайте мы с вами его разберем и попробуем выработать определенную стратегию, попробуем понять, как же взаимодействовать с очень агрессивной коллегой. Итак, вы пишете, на работе есть новенькая коллега, работает у нас несколько месяцев. Поначалу машины были просто ровно профессиональны и впоследствии начались какие-то странности. Например, стоит мне на завещании высказать мнение отлично от нее, и я получал сразу тонны гневных сообщений от нее. Ну вот, смотрите, смотрите, получается, ситуация такова, что человек, он реагирует как-то на вас. Начал человек как-то на вас реагировать. То есть вот, что-то произошло, чем-то вы его задели. Значит, что-то случилось, вот. Вот. И вы, судя по всему, вы, судя по всему, не знаете, что именно случилось. Вы, ну, упустили, скажем так, упустили, скажем так, вот в тот момент, когда она начала на вас реагировать вот как-то вот плохо. Значит, давайте попробуем проанализировать. Вот вы попробуйте проанализировать, что могло заставить вашу коллегу плохо к вам относиться. Если вначале все было хорошо, а теперь вдруг все стало плохо. Понимаете, в чем дело? Если вы поймете, почему она себя сейчас так ведет, то вы сможете как-то с этой причиной, с этим аспектом, да, взаимодействовать. И если вы сможете это делать, если вы сможете взаимодействовать с этим, то вы, соответственно, сможете, конечно, и как-то это контролировать. Поэтому понять, понять, что произошло, понять, почему она так стала вести себя с вами, ну, нужно обязательно. Ну, ребята, это первое. Да? Это первое. Далее. Значит, что-то, что-то вы описываете. Очень похоже на, вы знаете, на такую вот реакцию соперничества. То есть, человек пришел и начал идентифицировать себя с вами. По какой причине он стал это делать, это не особо важно. Важно, что он это делает. То есть, она, это ваша коллега, воспринимает вас и именно вас, да, как, ну, скажем, соперника, соперника своего, конкурента своего, ну, собственно, в чем-то. То есть, в чем здесь, однозначно сказать нельзя, потому что непонятно в целом, в целом ваша ситуация. Но то, что вы для нее конкурент, это совершенно однозначно. По идее, осталось только понять, в чем именно и почему вы для нее конкурент. И, собственно, сделать так, чтобы она, ну, перестала, может быть, вас видеть, как конкуренту, как конкурентку свою, да. Вот. Ну, вы при желании, еще раз повторю, при желании, вы можете это сделать. Я не думаю, что это как-то уж будет слишком сложно. Но это зависит от вас. Вот. Второй момент, это момент такой, что у нее просто-напросто дома произошли какие-то трудности в ее, именно, вот, личном пространстве, какие-то конфликты, какие-то проблемы произошли. И она стала вот так себя вести с вами, ну, просто потому что вы ближе, вы доступнее. И она будет с вами делать то, что хочет, по ее мнению, сливать на вас какой-то негатив. То есть это, получается, у нас проекция, да. Опять же, это в преусловии, если на работе, если на работе, у вас ничего не произошло. Вообще ничего. Вообще. То есть никаких не было там моментов, никаких не было скандалов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, далее. В последнее время ее вообще понесло. Может кинуть предметам, оставаясь наедине, подолгу высказывать монологи с оскорблением, записанное на диктофон, демонстративно игнорирует, саботирует работу. Ну, вот здесь, Сильвия, я вам могу сказать следующее. Значит, человек, смотрите, ведет себя довольно агрессивно по отношению к вам, и, значит, получается, имеет к вам определенные претензии. Вам уже, в принципе, много кто говорил, чтобы вы ее игнорировали. Вот. И я, наверное, скажу, скажу, что, ну, это действительно правильная рекомендация вам. Вот. Но, поскольку, вроде как, вроде, вроде как, отвечаю вам я, то, соответственно, наверное, я не могу повторять то же, что вы сказали мои коллеги. Поэтому я постараюсь вам дать то, что, возможно, ну, вы еще не читали и не слышали. И основной момент, который я хотел бы вам донести, это то, чтобы понять суть ее претензий вам. То есть, вот, откуда претензии, откуда претензии, как, ну, как вообще они появились, эти претензии, и что вы можете сделать для того, чтобы эти претензии как-то вот удовлетворить, да? Вот. Я имею ввиду претензии этой вот коллеги. То есть, откуда они у нее, эти претензии, какова их суть, этих претензий, с чем связаны, ну и так далее. То есть, основной момент заключается в том, чтобы вы постарались понять, за что она вас так вот, ну, может быть, не любит, за что она вас так оскорбляет, за что она вас унижает и так далее. Это нужно понять. Это нужно понять. Победать. Вот. Значит, если вы, если вы поймете это, а, как будто, вы не написали, спрашивали ли вы у нее о том, что ее беспокоит, или нет, вы не написали, а, расспрашивали ли вы у нее, с чем связана такая вот ее реакция на вас, То есть, какая у нее к вам основная претензия То есть, что оскорбляет, это понятно А претензия-то основная у нее к вам в чем заключается Это вот как-то непонятно Ну, по крайней мере, пока И, ну, видно, вот с этим тоже, ребята, забрать И здесь я, пожалуй, скажу вам Такую вещь, на мой взгляд, эта вещь является, ну, знаете как Довольно важной, важной Значит, вам ее нужно удивить Что это значит? Удивить Вам нужно ее удивить в том плане, что Вот, приходите, например, на работу, да И говорите ей, так, врага Сегодня я приглашаю тебя Там, например, в кафе или в ресторан И смотрите на ее реакцию Естественно Очень может быть, что она вам откажет Это, вероятность этого довольно высока Что она вам откажет Но Есть и другой момент Момент, который заключается в том Что она может удивиться и сказать Зачем? 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 Зачем ты хочешь меня пригласить в кафе? Да? Я же, ну, мы с тобой как-то вот Конфликтуем, вроде как Так зачем? И вот здесь вы ей, как бы, застараетесь донести Одну из самых главных своих мыслей А именно Что Вы хотите с ней поговорить Вы хотите выяснить у нее, что здесь с ней произошло Что здесь случилось А вот И вот в кафе Если она с вами Если она соглашается с вами идти В кафе Вы И выясняете Спокойно То есть Говорит Ну вот Так и так Ну вот Как бы Ну вот Ты ведешь себя по отношению Ко мне вот так И я Не говорю О том Что Допустим Что Ты не права Мы сейчас об этом Речь не Речь не ведем Я Просто Хочу Чтобы Ты До меня Донесла Почему Ты Так На меня Реагируешь Что Я тебе Сделал Собственно Говоря Вот Какую Я тебе Причинила Ну Воль Какую Я Причинил Тебе Унижение Да За что Ты меня Не любишь То есть Попытайтесь Выснить У нее Причины По которым Она Так вот Себя с вами Видела Это важно Это важно Очень Далее Значит Донесла Ситуация До руководства Реакции не последовало Не последовало Отказалось даже Присадить В Другой Кабинет Ну вот здесь Как-то странно То есть Ну То есть Как Руководство Вообще-то Говоря Ну Должно Ну Должно Реагировать На подобные вещи И если Этого Не произошло Если Этого Не случилось Значит Ситуация Такова Что Либо Вы Неправильно Это сделали Как-то Либо Руководство Просто халатно К тому Что происходит У вас Я имею ввиду Вот И В этом случае Если это действительно Так Что вам Ну Просто Необходимо Вам Нужно Вам Нужно Обратиться к руководству И В общем-то Это их Прямая обязанность Вот Как бы Сделать Эмм Такие вещи То есть Я имею ввиду Это их Прямая обязанность Следить за тем Чтобы Чтобы Эмм На работе Была Соответствующая Атмосфера Если Люди этого не делают То Можно говорить о том Что руководство Не заинтересовано В Эмм Ну В успешном Осуществлении Работы А это В свою очередь Обначается Руководство Недостаточно Профессиональное Или халатно Обносится Своим обязанностям А это Является Наручением То есть На руководство В этом Случае Ну И Напросто Просто Напросто Жаловаться И Здесь Я полагаю Что Вам Имеет смысл Прислужат К Коллеге Моей Как раз Которая Довольно Таки Правильно Вам Сказала На этот Я Далее 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 Вы говорите о том Что Вы Понимаете Что Самым Самым Лучшим Решением Будет С этой работой Уволиться Да То есть Вы Пишите Понимаю Что Наилучший Вариант Уволиться Из этой работы Но По личным причинам Мне бы хотелось Доработать Еще Примерно Месяц То есть У вас Есть Это Уже Некое Такое Понимание Того Что Ситуация Неисправна То есть Вы понимаете Что Вы Заграны В угол И Вы Хотите Бежать Ну Это я так Условно Вы Хотите Убежать Ну Понимаете Нет Гарантии Нет Никакой Гарантии В том Что Ситуация Не Повторится Только На этот раз Лежит с кем-то Другим Понимаете Нет Гарантии В том Что Подобный Субъект Вам Не встретится Еще Вот С чем Основная Беда Понимаете И Необходимо Выработать Выработать Для себя Позицию Позицию На мой взгляд Ну Такую Правильную Чтобы Вас Никто Не Подавлял И Отсюда Я хотел бы Чтобы Вы Сами Себя Спросили Вот О чем Во-первых Задевает ли Вас Что-то В Проведении Калеки Задевает ли Вас Что-то В ее поведении То есть Вы Сказали Такое слово Да Как Оскорбление Вы Упомянули Вот это Оскорбление Но Оскорбление Это то что вас Обижает Правильно Но я надеюсь Вы не будете Не спорить Соответственно Вас Чем-то Ее поведение Обижает Чем Помимо того же Что она Прочиняет Вам Там Беспокойство Ну Может быть Бескомфорт Да И так далее Чем Чем Она Вас Открывает Почему Это Вот На мой Взгляд Очень Важный Вопрос Это Значит Первое Это Первое Второе Значит Вы Получается Как-то Вот Не довели Не донесли До Начальства Да Не донесли До Начальства Свою позицию Улучшается И Не смогли Даже С помощью Дискофона Убедить Начальство В том Что То Что Происходит И Все Является Нарушением Вообще Всех Ваших Ну Прав Например Вы Не смогли Убедить Начальство В том Что То Происходит Недопустимо Соответственно Вопрос Заключается Вашей Настойчивости Насколько Насколько Вы Настойчивы При Защите Своих прав Уверены ли Вы В себе Почему Нет У Вас Жалобы Дальше Может быть К К Частоящему Начальству Может быть К Адвокату Как Вам Повторяем Ломая Профсоюз И так Далее Что Мешает Вам Это Тоже На мой Взгляд Довольно Важный Вопрос В этом Что Что Касается Поведения Вот Вы Говорите Что Подобные Личности Встречаются Не впервые А все Наоборот Как Вообще Вести В Некоторые Растеряются Ну Во-первых Обычно Такие Люди Начинают Вести Себя Подобным образом Ну Скажем так Постепенно Да То есть Это Проявляется Не сразу Это Проявляется Вот Как бы В течение Какого-то Времени Да То есть Поначалу Все вроде бы Хорошо И Вам Нужно Что От вас Требуется В первый Момент Когда Это только Происходит И вы Чувствуете Что Человек Нарушает Ваши личные Границы Вы Чувствуете Что это происходит В этот В этот Момент Вам Нужно Обязательно Проявить Силу И Сказать Постараться Донести До человека Что Если он Например Не успокаивается Если он Например Не начинает Вести себя По-другому Что Вы Будете Себя Защищать То есть Проявите Силу Именно В первые Разы И Как бы Покажите Человеку Что Вы Готовы За Себя Постоять То есть Проявите Встречную Агрессию А Такую Твердость Целеустремленность Да Ассоциироваться И Терпимость Вот Но Это Нужно Проявлять Только После Того Как Вы Как Вы Попробовали Проявить Понимание Человек И Говоря Понимание Я имею ввиду Выяснить Что случилось Почему То есть Сперва Необходимо Проявлять Уверенность Потом Чуть А Как бы Ну Значит А потом Уже Проявлять Нужно Безразличие Как Вам Сказали Мои Коллеги Не Столько А Это Безразличие Вот По Которым Идет Речь Должно Быть Ну Знаете Как Вот Просто Так Просто Так Безразличие Оно Ну Знаете До добра Не до видео То есть Ну будете Вы Показывать Человеку Что Вам Например Все равно А он Будет думать Что Вам правда Все равно И что Вы не можете Ничего сделать И Будет еще Больше Агрессировать И Поэтому Я думаю Что Безразличие Нужно проявлять Только С Постоянным Действием Постоянными Действиями По Речению Этого Вопроса С Высостоящими Ну Органами Лицами Там и так далее И И Иначе В противном В противном Случае Ситуация Будет Такова Что Ваше Безразличие Воспримет Как Слабость В данном Случае Или Как Бессилие В данном Случае Что тоже Не является Правильным И отсюда Получается Что То Для вас Действует Первое На мой взгляд Степень Потому что Вы не написали Пробовали ли вы Это Делать Или нет То есть Пробовали ли вы Выяснять Что произошло Человеком Почему Он Так себя ведет И так далее Да Вот И Для вас Действует Возможно Вариант Второй Когда Вы Проявляете Проявляете Резкую Такую Агрессию Резкую защиту Резкую Творность В том Смысле Чтобы Показать Человеку Что Вы Себя готовы Защищать Если потребуется Да Вот Ага И Ну Как бы В данном случае Преследуется Цель Вывести Его Из Зоны комфорта Человека В коллегу вашу И После У вас Остается Только Безразличие И только Стремление 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 Делать Что Что Для того Чтобы Ситуацию Изменить Ну вот Вы говорите Что Вы Хотели бы Проработать Еще Примерно Месяц Месяц Срок В принципе Не такой Большой В год И Вы Внекает Вопрос А Знает ли Руководство О том Что Вы Хотели бы Проработать Еще Месяц Ведь А Если Оно Знает О том Что Вы Хотели бы Проработать Еще Месяц Если Оно Знаете Нет Ничего Удивительного Тогда Оно Руководство Не Пошло Вам Навстречу Потому Что Они Знают Руководительность Что Вы Работать будете Недолго Ну там Буквально Вы Работать будете Буквально Месяц Месяц Еще И Все А Эта сотрудница Будет Работать Дальше И Руководители Эта сотрудница Куда Более Цель Сейчас На данный момент К К Сожалению И Поэтому Во мной Они ее защищают И Здесь Мы Сталкиваемся С Позиции Вашей По Грамотным Преподнесении Руководства Своих Планов Может Вы Сказали Руководству О том Что Собираетесь Через месяц Уходить С Этой Работы Может Что-то еще Вы Сделали Руководство Перестало Меньше Вас Ценить Понимаете Но Важно Чтобы На будущее Важно Чтобы Руководители Вас Чинили Достаточно Высоко Чтобы Боялись Потерять Чтобы Боялись Что Вы Можете Уйти От них А Вас Судя по всему Потерять Не бояться И Вот Это На мой взгляд Является Тоже Благодарателем Почему Руководитель Вас не ценит В этом Тоже Можно Подум Подум Значит Такой Был Аспект Так Таковы Были Афаны Рекомендации Вам Дело В том Что Оказательно Вы поняли Одну Вещь сейчас Что Человека Другого Человека Который Не хочет Меняться Не обознает Своих проблем Не понимает Что его Поведение Ненормально Или Какую-то цель Свою Коммерческую Деловую цель Выгоды Да Поменять Мягко говоря Поменять Поменять Почти Нереально То есть Его нереально Поменять И можно Либо договориться И это Я уже сказал Что для этого Нужно сделать Либо Просто ставить Бояться И я это Тоже И я тоже сказал Что для этого Нужно сделать Либо Решать Этот вопрос В Значит В Законодательной Сфере То есть Через Руководство Вот Какой путь Вы выберете Договориться Можно Например Несказанным Человеком Да Договориться Получается Несказанным Проявить Проявить Силу Можно 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 Конечно Проявить силу Да Но Давайте так Силу Вы можете Проявить А ну как Этот человек На вас Пожаловать Пожаловать Например Скажет Вот он Меня Обижает Например Тоже Довольно опасно Поэтому Если вы Сомневаетесь В том Насколько И как Вы проявите Свою силу Да То Этому Нужно Учиться И Нужно Пробовать И Нужно Смотреть Какой человек Трусливый Не трусливый И так далее Эмоциональный Или нет Есть У него Перепады Настроения Ну Например У ваших Коллеги Или нет Это вот точно Такий Очень важный Момент Ну А если вы Выбираете Правовую Плоскость В решении В решении В решении Своей проблемы Правовую Плоскость То Здесь нужно Упорство Двои Как я уже сказал Этому То есть Вас Должны Хотеть Защищать А Вас Почему-то Не хотят Защищать И это К сожалению Триводные Триводные Двоночек Именно Для вас Почему Вас Не хотят Защищать А Ну Начав И Напоследок Мне бы Хотелось Сказать Следующее Знаете Вот По возможности По возможности Постарайтесь Понять Для себя Что этот человек Действует Так не от хорошей жизни По возможности Постарайтесь Понять Человеку Которого Огромные Внутренние Противоречия Неудовлетворенности Может быть даже Неврот То есть Выталкивание Своих Потребностей Для чего Я вам Это Говорю Чтобы Вы Увидели В этом Человеке Не Кого-то Равного Себе А наоборот Человека Совершенно Не Равного Чтобы Вы Увидели Что Этот Человек И Вы Находитесь На Разных Уровнях На Разных Вообще Этапах И На Разных Путях Становления И Чтобы Вы Перестали Этого Человека Воспринимать Всерьез Вот Просто Чтобы Перестали Этого Человека Воспринимать Всерьез Перестаньте Серьезно К нему Относиться Начните Над Ним Смеяться И Это Вот Имеет Эффект Пока Она Пытается Разозлить Грубо говоря Вас Но Если Вы Будете Делать Вот Так Как Я Говорю Если Вы Будете Над ней Смеяться Если Вы Будете Над ней Как-то Не Воспринимать Ее Серьез Это Именно То Что Она Хочет По большому счету Чтобы Вы С ней Считали Чтобы Вы Под нее Может быть Даже Прогибались И так далее Если Вы Будете Отношелся К ней Серьезно То Это Возиме Тот Самый Эффект Который Вам Необходим И Она Коллега Быстро поймет Что Ее Вот Ее Поведение Модель Поведения Которые Она Выбирала Является Вообще-то Говоря Неправильным Неэффективным Ну Не Получается У нее С помощью Этой Модели Да С помощью Данной Модели Поведения Добиться Тех Результатов Которые Она Хотела Ей Придется Свою Модель Поведения Менять То есть Иными словами Речь идет О Выводе Человека Из Зоны Комфорта И Вот Эта Ваша Тоже На мой Взгляд Достаточно Важная И Моя Цель Если Вы Хотите Работать На этом месте Если Вам Работать Еще Месяц Пример Выведите Человека Из Зоны комфорта И Дать Ей Прочувствовать Что То Чего Она Хочет Получить Она Не Может Если У Вас Получится Это То Ее Поведение Перестанет Быть таковым И Будет Изменено На Какое Другое Более Эффективное Может Быть Более Такое Как бы Это Сказать Соответствующее Тому Чего Она Переначальна Хаткала Ну Я имею ввиду Именно Коллега Ваш Да Вот Думаю Так Можно Ответить Вам На Ваш Вопрос Конечно Хотелось бы Чтобы Вы Как-то Поделились Обратились к психологу Хотелось бы Чтобы Вы Поделились Теми Личными Причинами Которые Вас Заставляют Держаться На эту работу Где И Коллега К Вам Проявляют Негатив И Начальство Ведет себя Совершенно Неприемлемо И так далее Но Это Уже Безусловно Ваше Право Хотите Говорить Говорить Не Хотите Говорить Ну Под Соответственно Не Говорить Решать Это Вам Но Для Большего Количества Для Большего Количества Информации Я Думаю Что Было Хорошо Если Вы Все Таки Донесли До Нас И Это Чтобы Мы Понимали Что Вами Мотивы Уже Могли Вам Подобрать Более Адекватную Модель Поведения На этом Все Надеюсь Что помог Вам Пишите В личку Я Вам помогу Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю